Валерий Седов Под чужими номерами инспекторы ДПС поймали водителя с регистрационным знаком вне закона. Чемодан, вокзал и далее. Полицейские выявили 166 нарушений в сфере миграционного законодательства. С 15 октября стартовала всероссийская перепись населения. Ее должны были провести еще в октябре прошлого года. Но из-за пандемии перенесли на апрель этого, а затем и вовсе на октябрь. На протяжении месяца в Рязани будут работать 976 переписчиков, а в области 2021. Но это для тех, кто не сможет подтвердить свое существование электронным способом. Добрый день. Всероссийская перепись населения. Спасибо. Для Ларисы Лавкиной опыт переписчика не первый. В прошлую компанию она тоже ходила по квартирам. Как говорит, что работать с людьми всегда сложно, а уж сейчас, в период пандемии и подавно. Впрочем, в этот раз люди к волонтерам в синих жилетах отнеслись с пониманием. На вопросы старались отвечать развернуто. Объем работы большой. У каждого из нас переписаться можно в МФЦ, в ближайшем отделении, на ближайшем переписном пункте. Есть горячая линия, телефон, где люди могут узнать, где находится ближайший удобный им пункт и, соответственно, прийти туда. И можно это сделать на портале госуслуг самостоятельно. При этом получает человек QR-код и наши переписчики его фиксируют. И все же основной объем данных будет традиционным. После поквартирного обхода. В этом году переписчикам помогает новшество. Планшеты, в которых содержится вся необходимая информация. Вообще очень удобно. Конечно, вся информация уже здесь у нас есть. От геолокации до конкретных адресов. И есть помощь в виде информации о председателях ТСЖ, старших по дому, с которыми мы контактируем активно, которые нам помогают в нашей работе. И разъясняют и жителям своего дома необходимость, важность этой работы. И, соответственно, какую-то информацию нам дополнительно дают. В реальном времени планшет синхронизируется с сервером «Рязань-Стата» и пополняет статистику. Российская перепись населения, конечно, несет с собой очень важную и масштабную функцию. Это почитать все-таки, сколько же нас проживает в нашей Рязанской области и в стране, конечно, в целом. Естественно, от численности населения зависят все дальнейшие, все расчеты и выполнение программ и других мероприятий. Помимо традиционных фамилий, имя и отчества, переписчик задает вопросы, на первый взгляд не относящиеся к делу. Насколько благоустроено жилище и устраивают ли санитарно-эпидемиологические условия? Всего в анкете 33 позиции, как и в онлайн-опросе. Эта компания, как утверждают организаторы, последняя бумажная. Все следующие будут цифровыми. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские газовики провели учения по отработке оперативных действий в случае возникновения загазованности в многоквартирном жилом доме или на прилегающей территории. Методично отработали все этапы ликвидации ЧП. По легенде учений, на номер 04 поступает звонок. Прохожий почувствовал запах газа у подъезда жилого дома. По телефону диспетчер дает подробные инструкции, как вести себя до приезда специалистов. В зоне, где ощущается запах газа, организуйте дежурство, посмотрите, что там кто-нибудь курил, открытого огня не применял, никакими электроприборами там пользоваться нельзя. Люди посторонние не подходили, транспортные средства не подъезжали. Анализ ситуации начинается в ту же минуту, как поступает звонок. Кратчайший план действий, какое запорное устройство перекрыть в первую очередь, чтобы ликвидировать источник опасности для населения, разрабатывается уже в пути. Оперативные карты со всеми коммуникациями и подробные информации об объектах газораспределительной системы города в планшетах аварийных бригад. За 9 месяцев этого года обременно диспетчерской службой АО «Рязань-Гургаз» отработано 4280 заявок. Это одна треть заявок из этого количества связаны с утечками газа. Самые серьезные нарушения, влекущие за собой тяжелые последствия, это связано с самовольным ремонтом и демонтажом газового оборудования в жилых домах и квартирах собственных. Через несколько минут сотрудники газовой службы приехали на место, действовали слаженно и оперативно, отрабатывали сразу несколько вариантов развития событий. Если вы почувствовали запах газа в квартире, необходимо открыть окна, проветрить помещение, перекрыть краны перед газовым оборудованием, не пользоваться открытым огнем, не курить, электроприборы не включать, не выключать, предупредить соседей, покинуть опасную зону и вызвать аварийную службу «Рязань-Гургаза» по номеру 104. Как отмечают газовики, подобные учения просто необходимы. К сожалению, из разных регионов страны периодически приходят печальные известия о взрывах газа в жилых домах. Важно не допустить повторения подобных трагедий. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Авто одно, а номера другие. Теперь на дорогах города это не редкость. Иногда этим пользуются иногородние мусоровозы. В этот раз, правда, содержимое грузовика осталось неизвестным. Зато выявлять такие автомобили теперь стало проще. Мужчина за стойкой стационарного поста думает над каждой сказанной репликой. Его поймали, нарушение налицо, поэтому нужно продумывать каждый шаг. Пока он придерживается версии, что нарушение не знал. Все произошло без его ведома. А вменяют ему ни много ни мало езду с чужими госрекзнаками. Остановить данное транспортное средство помогла специализированное программное обеспечение паутины. С помощью него сотрудники отследили данное транспортное средство, выделили его из транспортного потока и передали информацию на Солочинский пост для остановки транспортного средства. Авто проверили на посту. Инспекторов ждал новый сюрприз. На машину наложен арест. На стационарный пост вызвали и Федеральную службу судебных приставов. Водителю прилетели сразу две новые проблемы. Арестованный МАЗ, номера на котором не соответствуют его ВИН-номеру. И тут, как говорится, хоть играй в несознанку, хоть нет, наказание все равно будет. Лишение прав от 6 месяцев до года и меры УФССП за езду на авто под арестом. И это только одно из десятка нарушений за минувшие выходные. За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Рязанской области зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 73 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 1170 нарушений правил дорожного движения. И в том числе 67 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Авария с погибшим произошла на пешеходном переходе в пятницу 15 октября. Инспекторы напоминают, что правила дорожного движения нужно соблюдать не только водителям, но и пешеходам. Особенно осенью, когда день становится короче. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город. Полицейские рейды по поиску иностранцев-нелегалов – своеобразная профилактика трудового рынка Рязанской области. Миграционный контроль – это доскональная проверка приезжих и на легитимность проживания, и на правильность оформления патентов на работу. Часто нарушения здесь исчисляются десятками, а то и сотнями. В небольших комнатах живут по 3-4 человека. Спят на кроватях, которые явно сколочены на скорую руку. На них же сушат одежду, а также хранят еду, сменные вещи. Для обывателя это может показаться диким, но другие посчитают обстановку роскошной. Мол, жили и хуже – по 8-12 человек. Это территория пилорамы в Заборье. Мигранты здесь изготавливают палеты и поддоны из древесины. И сюда же приехали полицейские вместе с оперативниками из УГРО, участковыми, сотрудниками ППС. Силовую поддержку оказывали бойцы СОБРа. Итог вполне закономерен. Удалось выявить 166 нарушений миграционного законодательства. Среди них 81 нарушение правил въезда, выезда, а также пребывания на территории Рязанской области гражданами иностранных государств. 61 нарушение ими установленного порядка осуществления трудовой деятельности в регионе. Выявлено 8 фактов организации незаконной миграции, в том числе 5 по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фиктивная постановка иностранного гражданина на учет. Умигрантов проверяют документы о пребывании на территории региона, а также наличие патентов, которые дают право работать. Нарушения есть и здесь, причем серьезные. Руководителю предприятия грозит внушительный штраф за наем иностранных граждан без имеющегося у них патента на трудовую деятельность в Российской Федерации. Двух иностранных граждан теперь выдворят за пределы страны и запретят посещать Россию в следующие 5 лет. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова